Как долго будет длиться эта ночь? Как долго будет спать? Добрый день, можно вопрос вам задать? Вопрос можно вам? Вот, так сказать, пикет нот требуем отмены колониальной конституции на суверенную поменять. Вот как ваше мнение? Поддерживается? То, что конституция сегодня колониальная. У Чехова написано, что дороже, северюга с хреном или конституция. Сначала дайте народу северюга с хреном. А кто же ее даст народу, когда правят америкосы? Я считаю, что конституция у нас нормальная. Нормальная, да? Да. Тем более после поправок. Но первую главу никто не менял. Другое дело, модель развития, вот, модель развития была навязана в начале 90-х годов. Это не наша модель. Вот, Александр Иванович Бастрыкин, глава Средственного комитета, говорит открыто, нужно отменить приоритет международного права, 15-ая статья. Вот, вы согласны с ним? Вы знаете, что Бастрыкин умный, хороший, грамотный человек. Есть общее правило. Если не будет приоритета международного права, каких-то вопросов, не будет мирового сообщества, будет хаос. Кому это надо? Ну, в Советском Союзе не было приоритета международного права. Нет. Было. В какой статье? Есть приоритета международного права, ни одно государство не функционирует. Оно приоритет над нашими законами, по 15-й стей, о чем говорит Бастрыкин. Я смотрю на каких вопросов. Во всех вопросах? Нет, не во всех вопросах. Ну, это же основа конституционного строя. Нет, есть первая глава. Вопросов, где приоритет международного права. А все остальное приоритет, суверенитет государства. Так, Россия не суверенное государство. Владимир Путин об этом говорил неоднократно. Что борьба не может быть без участия народа. Что чиновники управляются извне. Имеется в виду это самое... Вы знаете, мы... Как его? Правительство. Я был свидетелем и развала Советского Союза. Да, ну, так сказать, по возрасту, да. Да, понимаете, я был председателем Совета национальности, Верховного Совета России. Но, я еще раз говорю, мы прошли тяжелейшую трагедию. То есть вы считаете, что Россия суверенная страна? Тяжелейшую трагедию. И после прихода Путина идет возвращение суверенитета и безопасности государства. То есть правильно? То есть суверенитета пока нету? Есть. Ну, а как же, зачем его тогда возвращать, если он есть? Не было. Не было. А вы представитель какой-то республики, да? Я представитель. Я был за рубежом 5 лет, только умерзов. А, понял. За рубежом 5 лет был. Ну, друзья, это Совет Федерации, вот он. Значит, чиновник, гражданин вышел из Совета Федерации. Соответственно, я ему задал вопрос. Ну, что сказал вот этот чиновник, что все нормально с Конституцией оказывается, да? И вот на Совете Федерации 30 лет колониальной конституции. Вот такие наши дни новости. Ну, естественно, стоит одиночный пикет здесь. Народ требует смены. Колониальная конституция Ельцина на суверенную путь. Это смысл этого референдума. В уничтожении Советского Союза. Вот те, кто проголосовали за этот вопрос, за вот этот, за этот бюллетень, они проголосовали фактически против Советского Союза. С 91-го в оккупации не пора ли нам разобраться за Отечество? Силы немеряно, дайте коням, не да добрый меч. Ратью пойдем, да погоним ворога. Отчизна родная, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам. Дайте коням, не да добрый меч. Было это, братцы, давным-давно. Предатели врагов пустили в наш дом. А мы не знали и не понимали, что войну холодную проиграли. Был врагам не писан закон, разорвали на части наш дом. А мы не знали и не понимали, что колониями стали. И полыхнули терема до хаты, заводы, ресурсы, земля, все отнято. А нам было непонятно, К войне нас толкали брата, брата. Ой, что-то мы засиделись, братцы, С девяносто первого в оккупации. У оккупантов силы немеряно, Дайте коням, не да добрый меч. Браг хочет нас растерзать революцией, А мы изменим конституцию. Правду мы о ней узнали, В USAID ее написали. Подсунув нам коварный закон, Враги и вассалы залезли на трон. С конституцией в короне, Грабежи теперь в законе. МВФ, ФРС, USA, ИЕС, ЦБ их слуга, Олигархи в офшоре, Платим им дань, Россия, колония. И все за нас теперь решают, Пенсионный возраст НДС повышают, Паразиты правят, Мир в огне. Наших братьев убивают на войне. Слишком мы засиделись, Братцы, С 91-го в оккупации. У паразитов силы немеряно, Тогда и теканям, не да добрый меч. Враг хочет нас добить революцией, А мы изменим эту конституцию. И сгинут войны безвозвратно, Когда исчезнут базы НАТО. Мы им верили, А они сами взорвали башни, Чтобы ворваться в Афганистан С топливными полями. Лгали, что в пробирке химоружия, Чтобы захватить нефтяные вышки в Ираке. Разрушили свободную, Процветающую Ливию. Войны за ресурсы, Госперевороты, Грабежи. Хватит! Остановимся дозволенность Победой на референдуме. И засияют небеса, По миру пронесутся голоса. Мы за мир, Но если к нам с войною, Дайте коням, не да добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, Братцы, с девяносто первого в оккупации. У паразитов силы немеряно, Дайте коням, не да добрый меч. Враг хочет нас добить революцией, А мы изменим конституцию, И сгинут войны вместе с НАТО, Когда мы станем братца-брата. Врагам нравилась Россия в девяностые, Разграбленная ими, Бессильно наблюдающая за уничтожением Югославии. Враги возненавидели Россию В начале двухтысячных, Предотвратившую свой окончательный крах Через Кьюстонский проект, Не поддержавшую вторжение в Ирак. И не только. Враги ненавидят Россию, Которая ведет освободительную борьбу. А мы проведем референдум По изменению колониальных статей Конституции, И вернем нашему отечеству суверенитет. Дайте коня мне, да добрый меч. С девяносто первого в оккупации Не пора ли нам разобраться? За отечество силы немеряно. Дайте коня мне, да добрый меч. Ратью пойдем, да погоним ворога. Отчизна родная, сердцу дорого. Да не пристало нам сидеть по хатам. Дайте коня мне, да добрый меч. Требуем референдум по изменению Конституции, Чтобы вернуть отечеству суверенитет, И свободно жить и развиваться В справедливом, безопасном мире. США и НАТО пошли вон с территории СССР.